OBD2 код неисправности техническое описание, датчик неровной дороги от цепь сигнала, что это обозначает. Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD2, VW, Ford, Audi, Big, GM и т.д., хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. Код неисправности P0318 относится к категории кодов, которые включают коды системы зажигания, причина этого заключается в том, что иногда, неровная дорожная фурнитура, на самом деле является интерпретацией датчиков, которые в основном обнаружили, что коленчатый вал двигателя движется неожиданным образом. Система датчиков и PSM транспортного средства, или модуль управления трансмиссией, могут указывать условия пересеченной местности, например, частота вращения двигателя может быть неустойчивой. Когда транспортные средства движутся по очень неровной дороге или по бездорожью, это может привести к тому, что PSM увидит в нем неисправность двигателя, например, пропуски зажигания. В некоторых транспортных средствах может быть установлен дорожный датчик, акселерометр, а в некоторых могут использоваться датчики колес ABS и электронный модуль управления тормозом и BSM, для определения условий дорожного движения. Независимо от точной системы, используемой в вашем автомобиле, если вы получите этот код неисправности, это означает, что PSM обнаружил неровное состояние дороги, требующие внимания. Обычно этот код устанавливается только после одинаковых показаний после нескольких дисков, этот код относится к электрической цепи датчика неровной дороги А симптомы, большинство кодов неисправностей запускают контрольную лампу двигателя или индикатор неисправности MIL, для этого кода неисправности P0318 индикатор не горит, однако у вас могут гореть другие сигнальные лампы, антипробуксовочная система, ABS и т.д. Или даже некоторые пропуски зажигания или грубая работа двигателя, причины, потенциальные причины установки этого кода Неисправный датчик неровной дороги, если имеется, неисправность проводки, электричество, связанное с датчиками, блок управления нуждается в инициализации нового дорожного датчика Другие возможные причины, диагностические и ремонтные процедуры Хорошим первым шагом является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, которые могут относиться к вашему году, марке, модели, если проблема известна, может существовать бюллетень, помогающий в диагностике и устранении неисправностей, характерных для вашей конкретной проблемы Это может сэкономить ваше время и деньги Вы должны получить руководство по ремонту для конкретного транспортного средства, чтобы определить точный тип неровной дорожной системы, которую использует ваш автомобиль Если у вас есть другие пропуски зажигания, ABS или другие связанные коды, как правило, вы должны сначала исправить их, прежде чем приступить к исправлению P0318, тем не менее, запишите все данные стоп-кадра, поскольку они могут быть полезны при любой диагностике Если на вашем автомобиле есть датчик акселерометра, проверьте состояние датчика, проводки и разъемов на наличие проблем, ремонт по мере необходимости, затем используйте цифровой вольтметр, DVO-M, чтобы проверить непрерывность, сопротивление и другие электрические аспекты в соответствии со спецификацией производителя Если возможно, используйте расширенный диагностический инструмент, чтобы проехать по неровной дороге и отслеживать показания датчиков с соответствующих датчиков на автомобиле, чтобы определить, можете ли вы продублировать проблему, чтобы сузить суть проблемы